Алена Пименова Джессики Андраде плотно стоит на ногах, любит заряжать одиночные удары. Ничейный поединок у нее был с Аленой Власовой. Было это в 2019 году. Алена Пименова показала там великолепные навыки защиты в партере, работу в стойке, атаковала из разных положений с очень опасным соперником. Почти весь бой они провели в партере и в итоге был у них ничейный счет. Но вот сегодня у Алены соперник-ударник. И, конечно, будет интересно посмотреть, как Алена с этим справится и справится ли. Потому что здесь такое классическое противостояние стилей. Сродни тому, что мы видели в поединке Джессики Андраде и Роуз-Намаюнос, когда Роуз-Намаюнос активно перемещалась, перебивала Андраде. Но в итоге Андраде удалось провести мощный бросок и закончить бой досрочно. А в синий угол добро пожаловать представительница Ростовской области. Вот она, Мария Артюхина. Ну и Мария Артюхина выходит в клетку 28 лет этой спортсменке. Она из Ростова на Дону. Две победы, два поражения. И в последнем, на текущий момент поединке, была зафиксирована ничья против Екатерины Макаровой. Как раз-таки на турнире ММА-серии номер 21. И вот, ну, по сути дела, спустя несколько месяцев Мария Артюхина снова возвращается в клетку, чтобы провести уже свой второй поединок в рамках ММА-серии. Тот самый поединок с Екатериной Макаровой стал настоящим украшением 21-го турнира. Ну и посмотрим, что продемонстрирует Мария Артюхина против своей нынешней соперницы Алены Пименовой. Она, кстати, серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу. И обладатель Кубка России по кикбоксингу. Итак, знакомьтесь, боец в красном углу. Ей 22 года, рост 166 сантиметров, вес 61 килограмм ровно. Ее профессиональный рекорд – один бой, который был завершен ничьей. Дамы и господа, из Ленинградской области, вот она, Алена Пименова! А вот ее соперница в синем углу. Ей 28 лет, рост 168 сантиметров, вес 61 килограмм ровно. Профессиональный рекорд – две победы при двух поражениях. Она представляет Ростовскую область – Мария Артюхина! Рефери поединка Николай Шарипов. Итак, Мария Артюхина против Алены Пименовой. Алена Пименова у нас будет в перчатках с красной тейпировкой. Мария Артюхина в перчатках с синей тейпировкой. Мария и ее шансы, конечно, в стойке, а в работе на челноке, на скачке. Она очень любит это делать. И вот сейчас достает джебом. Она быстрее своей соперницы. Ну, а Алена Пименова, конечно, должна будет стараться переводить соперницу на канвас, потому что в стойке она будет пропускать. Да, ну, яркая достаточно спортсменка Мария Артюхина. Не удалось мне найти более актуальной информации. Но я помню, по прошлым ее поединкам она как раз-таки выступала под руководством другого известного действующего бойца смешанных единоборств. Из Ростова на Дону Бориса Мирошниченко. Борис – боец зрелищный. Ну и, наверное, в какой-то мере передал вот этот стиль рубаке своей подопечной. Клуб «Пересвет» – известный ростовский клуб, который представляет Мария Артюхина. Ну вот пока Артюхина не так, чтобы очень сильно уходит от атак соперницы, на мой взгляд, не стоит с Аленой Пименовой пытаться рубиться, потому что у Алены очень мощный одиночный удар. Она не так хороша в комбинационной работе, но при этом бьет очень сильно. И вот шансы Марии Артюхиной, я думаю, что они как раз-таки в комбинационной работе и в работе на постоянном движении. Хороший хайкик, пусть и через защиту, но достаточно плохо. И сейчас Мария Артюхина связками отрабатывает с двух рук и тут же добавляет хайкик. Да, вот та самая комбинация, и у Алены Пименовой не нашлось на него ответа. По скорости Алена, конечно, будет проигрывать. Вот несколько ударов снова Мария Артюхина наносит, но пока Алена не стремится к партеру, пока ее все устраивает. Хотя, повторюсь, она очень-очень много выступала в различных соревнованиях по грэплингу. Да, скорость, темп у Артюхиной хороши. И, кстати, здорово уходит она в оттяжке работа от встречной атаки Алены Пименовой. Миддл кик, и еще два удара прилетают в голову от Артюхиной. Да, и Пименова все съедает. Ну, вот сейчас был неплохой удар с передней руки у Алены Пименовой, но он был одиночным. Конечно, по количеству точных выброшенных ударов пока что Артюхина, очевидно, превосходит. Да, и вообще ее трудно превзойти в этом показателе, потому что Артюхина огромное количество ударов выбрасывает. Она сродни любителю, который активно очень работает, перебивает соперника, набивает очки. Оу, с дальней руки здорово. Да, извини, перебил. И вот мы видим уже 25 точных попаданий у Артюхина и только три у Пименовой. Хорошо, еще раз, опять же, с дальней руки, вот так вот зарядившись, как лучник. И тут же фронт-кик по корпусу от Артюхиной. Снова Артюхина уходит на безопасное расстояние и снова попадает джебом, и тут же миддл кик у нее залетает. Пименова пытается зарубиться, пытается настичь соперницу у сетки, но пока пропускает лишь огромное количество ударов. Да. Очень агрессивно атакующая отрабатывает Мария Артюхина в первом раунде. Ой, какой хай-кик пропускает сейчас Пименова. Да, и держит Алена Пименова эти все удары. Понятно, что раунд проигрывает, но тем не менее, простите за жаргонизм, но держалка-то достаточно хорошая у Алены Пименовой. По крайней мере, в первом раунде. Снова несколько ударов, комбинации, и наконец-то Пименова заходит в клинч. Вот здесь ей нужно работать, нужно отсюда переводить в партер. Пытается оттаптывать сейчас ноги. Судя по звукам Алена Пименова, так-то мы не видим с этого ракурса. Да, вот сейчас полетели колени, в бедро попробовала побить Алена Пименовой. При этом у Алены есть преимущество в габаритах, она может этим воспользоваться, но пока лишь захват. Да, пробует вязать, но никаких особых дивидендов из этого извлечь не удается Алене Пименовой. Потому что, в свою очередь, Мария Артюхина плотно прихватила обе руки, держит и, по сути дела, ничего не дает сделать Алене Пименовой. Кроме вот этого давления, которое без малейшего эффекта проходит. Раунд окончен. Да. Раунд завершен, полное преимущество Марии Артюхиной. Но мы видели уже, например, в поединке с Юлей Борисовой, которой, кстати, ты, Вадим, комментировал. Да, было дело. Мария там тоже плотно очень работала и много выбрасывала ударов, много ударов пришли. Да, ты знаешь, у меня, честно говоря, было впечатление, что Мария выиграла этот поединок, но судьи решили иначе. Да, и там, по-моему, ничья была у них. Но при этом были проблемы у Марии Артюхиной именно в клинче, когда ее соперница туда входила и оттуда обрабатывала. Но при этом, конечно, в стойке тягаться с Марией Артюхиной на дистанции очень сложно, и перебить ее количество ударов, которые она выбрасывает, просто невозможно. Ну, если только ты не Роус на Майюнус. Да, вот нам показывают статистику. Она весьма красноречива. Итак, схватка продолжается. Обменялись лоу-киками. Внутренний лоу от Пименовой. Пыталась сейчас, раздергивая передней рукой, тут же выбросить дальнюю. И поменяла стойку Алена Пименова. Снова вернулась в исходную. Максимальные усилия, судя по всему, будет сейчас предпринимать Алена Пименова для того, чтобы как раз-таки этот раунд забрать в свою пользу, учитывая то, что было в первые пять минут. И опять хорошая стойка тут и двойка, фронт-кик, хай-кик. И все это за какой-то короткий промежуток успела выбросить Мария Артюхина. Да, но и при этом, ты знаешь, непонятна пока тактика Алены Пименовой. Пока она работает там, где выгодно именно Марии Артюхиной. И она не могла этого не понимать перед этим поединком. То есть я, когда просматривал вот тот единственный бой, который Алена провела, видел, как она в партере работает. И она работает там очень здорово. Но здесь даже пока попыток перевода в партер от Алены Пименовой мы не видим. Есть клинч, но нет переводов. И мне на самом деле не очень понятно почему. Ну тут, возможно, и позиция не самая удобная. И Мария пока что не позволяет себя до конца затащить туда. Все сводится, опять же, к этой борьбе у сетки. Долго, изнурительно. Обоюдно оттаптывают, включают стомпы девушки. И уже практически 60 точных попаданий у Артюхиной и только 12 у Пименовой. Колоссальная разница. Снова, снова клинч, снова работа здесь. Локоть на выходе. Да, вот это хорошее техническое действие исполняет Алена Пименова. Пытается она сейчас разжать руки соперницы, продеть свои. Ну и она по-прежнему работает одиночными ударами, как привыкла, как привыкла работать. Но это не так уж эффективно в поединке с Марией Артюхиной. Только если ты не пытаешься ее нокаутировать, конечно. Если расчет на нокаут со стороны Алены Пименовой, тогда все понятно. Но для этого нужно больше попыток. Пока их очень и очень мало. Артюхина здесь, кстати, тратит очень много сил, защищаясь в клинче. И это было как раз таки в том поединке, о котором я говорил. С Юлией Борисовой то же самое. В клинче теряла позицию Артюхина и проигрывала эпизод. Ее как раз таки стихия – это работа с дистанцией. Многокомбинационная работа, огромное количество ударов, которые она выбрасывает. И с этим ничего соперник поделать не может. Вот пытается сейчас ответить тем же. Артюхина отработать в клинче эпизод. Снова обмен, снова боковые. И вот колено тоже в корпус вставляет Мария Артюхина. Алена Пименева отвечает тем же. Снова комбинация. Да и вот еще одна неплохая связка от Марии Артюхиной. Здорово, он обрасывает руками. И вот с дальней руки опять заряжает Артюхина. Ответ от Алены Пименной. Все в защиту прилетает. Да, конечно, пока что у Марии не получается просто разгромить соперницу, снести. Потому что Алена Пименева держит удар очень хорошо. Но если, конечно же, брать количество и качество выброшенных ударов, комбинаций, то тут у Артюхиной подавляющее преимущество. Ну и вот здесь видно, что Артюхина стала застаиваться немного. Хоть и выбрасывает удары. Видно, что клинч сработал. Да, и возможно, этому тоже еще есть дополнительное объяснение. Потому что все-таки на высокой скорости с первых секунд старалась работать Мария Артюхина. И тут, конечно, есть риск определенный вымахаться и функционально подсесть. Тем более, впереди еще третий раунд. И кто знает, может быть, такова и была. Надо поддержать девушек. Тренерского штаба Алены Пименовой. То есть не форсировать события, где-то чуть-чуть перетерпеть стартовый натиск соперницы. И уже где-то со второй половины противостояния как раз-таки включать свою работу. Ну, пока что как таковой работы от Алены Пименовой. Я имею в виду ту самую работу, которая может как-то осложнить участь соперницы. Мы пока что не видели. Идет какое-то давление, прессинг, нет ударов. Нет ударов у Алены Пименовой. Ну и при этом стоит сказать, что Мария Артюхина не проявляла раньше признаков усталости. И то есть ее вот эта работа многокомбинационная в поединках, она всегда прослеживалась на протяжении всех трех раундов. Но здесь стала застаиваться. Видимо, все-таки клинч сработал со стороны Алены Пименовой. Смотрим еще раз. Хорошее попадание. Тут же миддл кик залетел. Куда-то в область бедра он прилетел. Да, и вот здесь такая активная темповая работа с двух рук в исполнении Артюхина. И завершается ударом с передней ноги. Попадает в защиту. Итак, третий раунд. Алену может спасти только нокаут или сабмишн. Возможно, в третьем раунде она сейчас и будет уповать на это, на работу в партере. Возможно, мы увидим с ее стороны переводы. Посмотрим. На скачке джеб. Тут же лоу-кик. И с разворота по корпусу бьет Артюхина. Как красиво. Да, великолепно сейчас провела удар. Но не стала идти на добивание. Поединок продолжается в стойке. Да, хороший ударный технический арсенал, конечно, у Марии Артюхиной. Да, и вот эта дистанция, это, конечно, ее стихия. Здесь Алене нужно эту дистанцию сокращать. В любом случае. Бэкфист мимо цели. И тут же по корпусу попробовала пробить. Мария. Лоу-кик внутренний от Пименовой. Алена Пименова принимает вот этот бой на дальней дистанции, на средней. И такое ощущение, что смирилась. Да, и вот что интересно, ну, Марию Артюхину-то понять можно, почему она действует именно так. Она использует свои сильнейшие козыри. Но вот Алена Пименова, да, ты об этом уже обращал внимание во втором раунде. Где попытка проходов? Почему нет даже намека на партер в исполнении Алены Пименовой? Ну, видно же, что на встречных курсах Мария Артюхина ее переигрывает, перебивает и выглядит интереснее. Может быть, и с Мором пытается взять Алена, но тут, извините, уже третий раунд истекает. То есть, проигранный в частую два раунда и рассчитывать на нокаут, ну, наверное, несколько опрометчиво. Возможно, какая-то травма была во время подготовки у Алены, и это мешает ей резко пройти в ноги. Кто его знает. Но факт остается фактом, что в стойке она проигрывает. Проигрывает она уже с большим применением. То есть, мы не знаем всех деталей подготовки Алены Пименовой к этому противостоянию. Может быть, действительно, есть какие-то нюансы, которые не позволяют ей лезть в партер в этом противостоянии. Знаешь, я помню, что тот легендарное противостояние, когда Оленик с Джаредом Рошелтом и срубил он его знаменитым ударом, который получил потом громкое название. Так вот, Оленик тогда признавался, что вышел с серьезной травмой, и бороться он вообще не мог. А это его был козырь. И, по сути дела, так вот на удачу срубил своего соперника в нетипичной для себя манере. Возможно, в нетипичной для себя манере приходится действовать и Алене Пименовой, но, как мы видим, к успеху прийти в таком ключе ей пока что сложно. Да, вот снова клинч с ее стороны, нагружает она руки соперницы, ищет шансы, ищет варианты, но пока-пока это просто позиционная борьба, и она ни к чему не ведет. Ну, только если вот как-то подзакислить соперницу, и потом разорвать как раз-таки вот этот клинч, и на выходе выбросить боковой или локоть, но Мария Артюхина-то тоже знает все эти премудрости и хитрости, и знает, как от этого уходить, избегать и как защищаться. Да, в стойке, я думаю, что Алене в принципе не стоило работать, особенно вот в таком ключе, понимая, как много ударов будет Артюхина выбрасывать. Но, видимо, в этом поединке другого не дано. Ну, тут уже и Маша работает первым номером, и стечка образовалась у Алены Пименовой. Так, колено в корпус прилетает от Пименова, еще одно. И на выходе, точнее, не на выходе, опять же, не выходя из этого клинча, Артюхина бросает боковой. Ну вот, пытается сейчас изменить позицию Алены Пименова и поработать, поработать коленом, но грамотно приложиться не получается у нее. 50 секунд. Обе девушки прилично устали, последняя минута, но, опять же, тот гандикап, который есть у Марии Артюхиной в виде значимых ударов, наверное, позволяет ей вот так вот целенаправленно идти к победе решением. Нет, тейкдаун тут не получится, зацепом перевести на канвас у Марии Артюхиной. Да, при этом со стороны Марии как раз-таки была попытка перевода в партер, что достаточно неожиданно. Неожиданно, да. Ну и все, сейчас дорабатывают девушки у сетки, и таким образом более чем в два раза превзошла по ударам Мария Артюхина свою соперницу и выиграла этот бой. И вот концовка от Артюхиной поставила такой, можно сказать, восхитительный знак. Да, Мария Артюхина одерживает уверенную победу по итогам трех раундов. Да, и улучшает свой рекорд, теперь он становится победным, положительным, был ничейным. Вот этот красивый эпизод, удар с разворота. Ну, вчестую выигранный бой. Забегая вперед, уже можно об этом говорить. Сейчас судьи, конечно, вынесут официальное решение, но тут все сводится к единогласному в пользу Марии Артюхиной. И так, уважаемые дамы и господа, еще раз ваши аплодисменты девушкам за их бескомпромиссный поединок. А судейский вердикт таков. Единогласным решением победу одержала Мария Артюхина. Ну что ж, третья победа в карьере Марии Артюхиной. Три победы, таким образом, в ее рекорде, с чем мы поздравляем ее и ее тренерский штаб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА